чтобы вы понимали насколько здесь дикий запад вот просто сам покажу сейчас где-то здесь пандос играет вероятно да это магия это магия в маленьком городе но слушай это же не подстроена никто же не поверит что жутко реально вырослые ложь всем привет друзья всем доброго времени суток меня зовут герман и я нахожусь в каком-то лесу подумайте вы но нет сегодня утром я проснулся с гениальнейшей идеей а что если попробовать повторить рекламу с крыштяна роналду где он пытался обогнать бугатти вейрон и в целом выглядело это очень эпично гоночный суперкар против одного из самых быстрых футболистов на планете у него бугатти а у меня не бугатти и кстати под прошлым выпуском футбол в большом городе вы просто уничтожили кнопку лайка поэтому давайте по старой схеме как только вы набираете 100 тысяч лайков под этим видео сразу можно начинать ждать выход новой серии этой рубрики и так мы приступаем к поискам нужной дороги и объезжаем вдоль и поперек весь город королев и все те места где имеется подходящего качества асфальта оказываются непригодными вот смотри типа можно проехать дальше сюда вот в лес потому что там либо людей очень много либо это просто проезжая часть либо вообще вот одна потенциальная трасса оказалась территории заповедника и въезд туда был по пропускам где тетонатор где дорога и так промотались несколько часов прежде чем найти место где никому не будем мешать мы нашли то что искали подходящая трасса резком более сотни метров но отрезком на которой мы будем бегать мы решили что это будет 30 метров а давай ты прям рядом будешь бежать а я проеду спадают по лужи чтобы тех хорошенько помылся блюд какой красивый кадр я как будто бумер 3 снимаю я думаю что сначала давай мы попробуем туда только а потом туда обратно и тогда уж тебе придется тормозить до линии и обратно зато общая цель была проверить и каких условиях куполист может оказаться быстрее машины ну и собственно состязались volkswagen polo компактный немецкий автомобиль на автоматической коробке передач имеет 105 лошадиных сил и разгоняется до 100 километров в час за 11 секунд ну и этот самый полк под управлением не чая который был обязан во что бы то ни стало стараться приехать первым то есть вот ни разу не поддаваться и выжимать просто педаль в пол когда нужно ну и соперником этих ребят стал я герман эльклассико футбольный блогер средних физических кондиций 0 лошадиных сил зато 14 хомячих и 3 человеческих готовы победить бездушную машину за счет резкости Ну и как вы поняли, для начала нас ждала гонка на 30 метров в одну сторону. Подобный челлендж мы проделывали несколько раз, но всегда был один и тот же результат. Когда отрезок 30 метров и бежать там в один конец, я стабильно проигрывал машине. Первые 5 метров мне удаются очень легко, потому что я быстро стартую, а машине надо разогнаться. Но когда ничьяк в Volkswagen вгоняет педаль газа в пол, тут просто без шансов его сотня лошадей под капотом настолько быстро набирает скорость, что мне просто так не ускорится. Я свою максимальную скорость набираю там за несколько секунд, а машина она не стабильную скорость набирает, а ну типа только вверх, только растет скорость. Ну что ж, увеличиваем дистанцию вдвое. Теперь не 30, а 60 метров. Ведь именно так в рекламе Криштиана Роналду и делал. И здесь уже у бегущего есть преимущество, потому что машине нужно остановиться, переключиться на заднюю передачу и только потом заново набирать нужную скорость. Раз, два, три! Слушай, у меня очень долго переключалось автомат, типа. А, блин, тут не нашелся. А где буйок? Вот этот? Знаешь, что, да? Знаешь, что плохо? Что, ну, ты-то не устаешь. Я устал, не-не-не, я устал, не выдумывай. Я король мира! Я молния Маквинн! Уже второй раз подряд, я думаю, что я, ну, типа, обгоняю за счет твоей паузы там. Да-да-да. Но все равно в последний момент, типа, из-за педали. Я просто слышу это. И мимо проносит. Плак. Да идите в сраку, это невозможно. Мы срали на ралли, мы очень устали. Мы срали на ралли, мы срали на ралли. Вообще без шансов зачастую. И дело не скорости, а в том, что педаль газа, она слишком нажал, чуть-чуть притопила их. Очень много я таких забегов сделал. И в некоторых был капец как близок, чтобы победить. Но все же Volkswagen Polo меня обгонял на доли секунды. Но пока в перерыве между забегами мы отдыхали и грелись в машине, мы случайно наткнулись на выпуск Галилео, который без нашей помощи разоблачили Криштиану. Дело в том, что он стартовал от линии, где на фоне есть дом. И там же была промежуточная точка. Это, получается, там всего одна линия была. И никакого забега с машиной вообще не было. Однако авторы этой передачи умудрились обогнать машину. И вроде как говорят, что взаправду. И у меня тут же возник вопрос. Если у меня не получилось это сделать на 30 метров, то что будет, если мы сократим дистанцию до 25? Два, три! Посмотри, ведь это рядом, наша банда. Мы бежим с тобой, как уградки. А, блин, блин, блин. Три! Э, собака, а! Он раньше побежал, мужик твой, блин. Фальстартует, гад. Ну, сейчас я его... Сейчас мы его приструни. Засранца. Ну, типа, для меня это было супер-изи, потому что, ну, типа, ты... А то есть мы прям даже не тютелька в тютельку... Ну, я тормозил. Ну, типа, нет, мы тютелька в тютельку, но я уже здесь мог себе позволить чуть-чуть. В следующий раз надо делать челуночный бег. Длинная дистанция, потом уже. И потом на машине. Вот так и делай. И ты так. Криш, это вызов. Бава, я тебя порву на Вольфсвагене. Что мы имеем в итоге? Криштиан Роналду обманщик. Это понятно. Ну, а в телевизоре сделали красивую историю. Типа, в финале бегун обогнал машину на 70 метров. Это чисто показуха. И если вы посмотрите этот материал еще раз, то заметите, что там водитель абсолютно специально дал бегуну выиграть. Для красивой истории. И он специально не начинал стартовать от промежуточной точки до того, как бегун туда добежит. Но, чтобы нахрен меня не забанили, я эти фрагменты вставлять не буду. Если надо, сами найдете. Ну, а так все совпадения случайны. На деле же выходит, что чем меньше расстояние, тем легче обогнать машину. И, например, мое расстояние это 25 метров. Вот на 25 метров я не оставляю шансов Вольфсвагену пола. Правда, на 30 уже обратная история. Далее мне хочется напомнить, что если вам нравятся мои эксперименты, и вы хотите видеть следующую серию футбол в большом городе, ставьте 100 тысяч пальцев вверх. Будет, куда я денусь. Огромное спасибо хочется сказать всем тем, кто помогал мне снять этот ролик. Это Сашка, Сашкин дядя. И, конечно же, не чай, который весь день со мной провел. Все нужные ссылочки вы найдете в описании. И обязательно подписывайтесь на их канал, странички и так далее. Ну а с вами был Герман Классико, увидимся совсем скоро. Пока!